МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, давайте в первую очередь обсудим функции и задачи самого департамента. Какие основные задачи и функции? Департамент является исполнительным органом государственной власти города Севастополя, который осуществляет разработку и реализацию государственной политики в сфере туризма, гостеприимства, привлечения частных инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов. Главной его задачей является создание благоприятных условий, для реализации, прежде всего, приоритетных проектов в сфере инновационно-промышленного производства, агропромышленного комплекса, туристко-рекреационного потенциала и реализации проектов, которые предоставляются заявителями, в том числе в форме государственно-частного партнерства, концессии и в условиях свободной экономической зоны. То есть, это основная сфера деятельности в этих направлениях идет? Да. А что касается вообще, каким образом на территории Севастополя можно реализовать инвестиционный проект? Что для этого нужно? В настоящее время порядок определен соответствующим регламентом, то есть, заявители инвестиционного проекта имеют возможность обратиться в установленном порядке, в уполномоченный орган, направить свое обращение по следующим вопросам, то есть, по заключению соглашения с правительством об условиях реализации инвестиционного проекта, оказание мер государственной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации, городом Севастополя, содействие в вопросе подбора инвестиционной площадки, то есть, земельного участка, либо объектов недвижимого имущества, а также сопровождение реализации своего проекта в процессе его организации производства. А что это за процедура вообще, что она предполагает? Да. Процедура – это установленный регламент одного окна, то есть, предусматривает, какие преимущества для заявителя. То есть, он обращается в один уполномоченный орган, процедура установлена, определены сроки, то есть, в ее рамках предоставляются документы, в течение трех дней заявитель должен получить ответ о том, приняты они к рассмотрению, либо есть какие-то причины для отказа, ну, например, некомплектность, там какие-то незаполненные реквизиты, то есть, лица, которые являются ответственными с его стороны за работу с органом. В дальнейшем, если замечаний к пакету документов нет, уполномоченный орган направляет их в отраслевые департаменты для подготовки заключений и предложений в департамент по имущественным и земельным отношениям, департамент архитектуры и градостроительства города Севастополя, а также в обеспечивающие и ресурсные компании с целью подготовки заключений и предложений по проекту. А что нужно предоставить в рамках данного регламента? В рамках данного регламента инвестор предоставляет обращение, значит, это заявление в установленной форме, с ним можно ознакомиться на инвестиционном портале Севастополя, invest.sevastopol.ru, к нему прилагается паспорт инвестиционного проекта и бизнес-план или презентация инвестиционного проекта. А может ли вообще на стадии подготовки документов инвестор рассчитывать на какую-то помощь? Да, такая возможность для него предусмотрена. У нас существует подведомственное учреждение, это Севастопольский центр инвестиций и развития, и регламентом определено, что консультационную методическую помощь они оказывают на бесплатной основе. То есть даже в процессе подготовки перечисленных документов инвестор может обратиться за помощью, чтобы ему помогли заполнить документы, подготовить бизнес-план, презентацию для дальнейшего направления в департамент. А какая вообще процедура обращений инвесторов? По установленному порядку они могут направить свои документы либо через инвестиционный портал в электронном виде, либо на бумаге, то есть обратившись непосредственно в департамент по адресу улицы Ленина, 19. На какие меры поддержки могут рассчитывать инвесторы вообще? Предусмотрено, что они могут обратиться за поддержкой к установленной законодательством Российской Федерации, то есть в рамках действующих федеральных программ, а также в рамках государственных программ города Севастополя и тех процедур и возможностей, которые предоставляют специальные институты развития Российской Федерации. Исходя из практики, вообще с какими трудностями приходилось сталкиваться? За тот короткий промежуток времени, в течение которого на наш департамент возложена функция уполномоченного органа, я отмечу, что большинство обращений типичные ошибки, то есть заявители проектов, они до этого не имеют возможности либо какой-либо информации о существующем порядке. То есть направляется просто заявление, что заинтересованы в реализации проекта, просим предоставить какое-то имущество или земельный участок, и приходится для них готовить ответы с указанием тех ресурсов, указанием документа, который необходимо изучить для того, чтобы подготовить документы в том виде, который определен регламентом. Если необходима консультационная или методическая поддержка, мы всегда отдельно обращаем на это внимание, что за ней они могут обратиться и получить ее, соответственно, в Севастопольском центре инвестиций и развития. Какие сейчас инвест-проекты вообще самые распространенные? Ну, в первую очередь это связанная с агропромышленной тематикой, то есть эта отрасль является одной из традиционных для Севастополя. Это проекты в сфере авторского виноделия, связанные с организацией тепличного производства. Есть ряд проектов, примерно одно и то же, сейчас под них город должен определиться с возможностью размещения, это серия развлечений. Это колесо обозрения, либо башня кругового обзора. То есть поступило 4 или 5 обращений на эту тему, и документы сейчас эти находятся в работе. Как можно подать обращение? Давайте еще раз напомню. Для того, чтобы подать обращение, я рекомендовал бы знакомиться с регламентом на инвестиционном портале Севастополя. На этой страничке указана процедура, схема установленной сроки, то есть схематично, то есть это достаточно доступно и понятно изложено. Это формы, есть там заявления и паспорта инвестиционного проекта. Бизнес-план или презентация, они готовятся в произвольной форме. Единственное, что к презентации установлен обязательным перечень показателей, которые в ней должны быть отражены. По непосредственной подаче заявитель имеет право либо направить эти документы, загрузив их через портал, через сайт, либо непосредственно обратившись к нам в департамент. В первом и втором случае он получит подтверждение того, что его документы поступили, и в дальнейшем по процедуре, то есть подтверждение соответствия или наличие каких-либо замечаний к пакету, и в результате рассмотрения, то есть установлен срок не более 45 рабочих дней, но мы стараемся промежуток времени сократить, он должен получить ответ. То есть установлено, что по проектам размер инвестиций, которых не превышает 100 миллионов, это рассматривается в межведомственной комиссии, свыше 100 миллионов это инвестиционном совете при губернаторе города Севастополя. Ответ получается и в электронном виде, и если это документы рукописные? Да, при первичном обращении, да. В дальнейшем по принятию решения органами власти, то есть заявителю предоставляется выписка из соответствующего протокола. Но все-таки где инвесторам можно найти актуальную информацию? Я так понимаю, это на сайте, да? Ну, специализированным ресурсом является инвестиционный портал Севастополя. Там размещена не только эта информация, то есть там есть информация о мерах поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, это та сфера деятельности, в которой осуществляет полномочия департамент экономики. Кроме этого, там размещена информация об инвестиционных площадках, которые могут быть предложены для реализации проектов, и указаны все контактные данные. Это касается департамента экономики, нашего департамента и Центра инвестиций и развития. Но если кратко, социальные мероподдержки что в себя включает? Ну, если как бы брать с самого начала, это в первую очередь для субъектов малого и среднего предпринимательства, это возможность получить на бесплатной основе пройти образование по каким-то специализированным курсам, которые проводятся, возможность получить средства в рамках микрофинансирования и поручительства через действующий гарантийный фонд. В дальнейшем, если расширить, есть возможность получить отраслевые меры поддержки в сфере промышленности, сельского хозяйства и других специализированных отраслей. Либо привлечь к подготовке документов и обратиться в дальнейшем к каким-то специализированным институтам развития для получения финансирования уже по их программам. Я так понимаю, там и грантовая политика тоже присутствует, да? На какие-то сельхозпроекты были уже выиграны гранты, или это немного другое? Ну, и в форме грантов, да, есть определенное субсидирование понесенных затрат. То есть предполагает вначале, что инвестор финансирует эти капитальные вложения, в дальнейшем предоставляет документы, подтверждающие, что он понес эти затраты. Существует субсидирование процентной ставки, в частности, например, для промышленных предприятий, и различного рода гранты для строгой предприятий. Ну, субсидирование процентной ставки – это по кредиту, да? Если берется кредит у банка, субсидируется процентная ставка. Можно сделать вывод, что вся информация есть, если что, на сайте, с ней можно там ознакомиться. Да, сайт постоянно обновляется, и я рекомендую с ней ознакомиться именно там. Спасибо большое за то, что вы к нам пришли и ответили на вопросы. Это была программа «В контексте». Следите за развитием событий вместе с информационным каналом Севастополя. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова